Придерживаясь этих правил при чтении человека, вы сможете давать более объективные выводы своим наблюдениям. Всем привет! Меня зовут Сергей и вы находитесь на канале Ментал ТВ. Здесь я изучаю невербальное поведение человека и стараюсь делать вашу коммуникацию немного безопаснее. По вашим комментариям и вопросам на канале складывается впечатление, что не у всех есть понимание и представление правильного подхода при чтении человека. Более того, кто имеет такое представление, сталкивается с разным родом когнитивных искажений, которые мешают дать объективную оценку ситуации либо факту. Поэтому сегодняшний выпуск будет направлен на получение практических советов, которые помогут правильно анализировать поведение человека. Для начала стоит определиться и понять, а надо ли вообще читать человека и понимать других людей. Но если рассматривать биологическую сторону, то у всех животных есть определенные инстинкты. На основе поведения того или иного существа они понимают, что тот хочет напасть. И стоит вопрос банальной выживаемости. Так и у нас с вами в жизни. Если мы видим определенные детали в поведении человека, то мы можем понять, что он настроен к нам критически, хочет обмануть, обхитрить или вообще настроен доброжелательно. К сожалению, в наше время мы очень часто сталкиваемся с разной формой обмана в том или ином виде. Когда-то мы можем на это повлиять, когда-то нет. Но согласитесь, зная скрытое намерение человека, у нас будет явное преимущество перед тем, кто этого не понимает либо не видит. Люди игнорируют тот факт, что информация, по мнению антробологов и этологов, передаваемая словами, составляет лишь 7% от общего объема информации. Когда на долю невербальной коммуникации приходится 93%. Это мимика, позы, жесты, касания, где запахи составляют до 55%, а на долю паралингвистической составляющей приходится до 38%. При этом вербальный компонент составляет лишь 35% смысловой нагрузки, а невербальный 65%. Представьте, сколько мимо нас проходит информации, которую мы даже не замечаем. Безусловно, конкретную информацию, которую мы передаем словами, мы можем контролировать, формировать так, как нам угодно. Когда не все задумываются о том, чтобы контролировать жесты, позы и другие невербальные сигналы. Но даже если нам в голову придет контролировать жесты, позы, то есть те невербальные реакции, которые контролировать и имитировать невозможно. Например, проявление вегетативной нервной системы. В нашем теле протекает множество сложных физиологических процессов, которые мы не в состоянии контролировать, либо имитировать. В одном из будущих выпусков я подробнее остановлюсь на том, как и что влияет на те или иные реакции и поступки человека. А теперь давайте перейдем к практической части. Для начала необходимо понять, что человек это изменчивое существо. Его особенности поведения, реакция на те или иные ситуации, свойства характера и многое другое меняется на протяжении жизни. В зависимости от полученного опыта, по мере взросления, от прочитанной книги, общения с тем или иным человеком. Есть определенный набор поведенческих факторов, которые одинаково проявляются у всех людей. Ну, например, когда мы радуемся, у нас у всех проявляется улыбка. Когда мы испытываем глубокую печаль, у нас текут слезы, и в случае опасности мы хотим закрыться, спрятаться, убежать, либо напасть. Есть набор определенных особенностей, которые проявляются неосознанно, и они сформировались биологически. На другие особенности поведения повлияла культура и окружающая среда. Поэтому анализ человека актуален только в динамике, а не в статике. Мы не будем брать эзотерические направления, которые рассматривает человек с духовной стороны, а будем только рассматривать с научной точки зрения. Поэтому первое, что нам необходимо, это учитывать базовую линию поведения человека. То есть посмотреть, как ведет себя человек в нормальном состоянии, какие у него привычки, особенности поведения, как он одевается, как реагирует на те или иные ситуации и так далее. Когда я анализирую видео, то всегда придерживаюсь такой стратегии. Но есть люди, которые не учитывают этот фактор и анализируют всех шаблонно, приписывая всем общие характеристики. Да, как я уже говорил, есть определенные особенности поведения, которые сформировались эволюционно и проявляются у всех одинаковым образом. Но нужно учитывать также и те особенности, которые проявляются у конкретного человека. То, что присуще только ему. Поэтому и необходимо учитывать базовую линию поведения человека. Второе, учитываем контекст. В своих видео я хоть об этом не говорю, но всегда учитываю ситуацию и окружающую обстановку, в которой происходит общение. Возможно, сигналы стресса или беспокойства, которые проявляются у человека, вызваны наличием камеры. И не обязательно его неуверенность может говорить о лжи или о чем-то подобном. Ну, это тоже своего рода неуверенность. Каждому человеку свойственно чувствовать себя неловко, когда он не адаптировался, либо не приспособился к ситуации. Но вот если сигнал стресса появляется после заданного вами вопроса, то уже стоит задуматься. Стоит учитывать, что окружает человека, потому что это может повлиять на его состояние или поведение в целом. И если вы видите сигнал о неуверенности, то это не обязательно может быть вызвано вашим поведением, либо компанией. Если вы в этом не уверены, то можете спросить у него напрямую. Вы можете сделать вывод о том, что он беспокоится, но отследить причину не менее важно. Учитывайте совокупность сигналов. Неверно будет делать вывод по состоянию человека, оценивая лишь только один жест, либо одну реакцию. Например, если человек расположился в кресле, при этом раскинул руки на подлокотники и скрестил ноги, то не стоит делать вывод о том, что он испытывает дискомфорт. Возможно, ему просто так удобно, либо выбрал неудобные джинсы, либо какая-то другая ситуация и причина. Но вот если он скрестил ноги, при этом руки его могут быть на коленях, либо скрещены на груди, он визуально уменьшился в размерах, поднял плечи, образовался эффект черепахи, то тут уже можно делать более однозначный вывод. Избегайте когнитивных искажений. При анализе человека есть шанс столкнуться с разным родом когнитивных искажений, которые мешают дать объективную оценку ситуации. Подобных искажений очень много, но я перечислю только некоторые из них, чтобы вы имели представление. Селективное восприятие – это склонность людей уделять внимание тем элементам окружения, которые согласуются с их ожиданиями, и игнорировать остальное. Уклон в сторону поиска информации, тенденция искать информацию даже тогда, когда она не влияет на действие. Эффект узких рамок, использование слишком узкого подхода для описания ситуации или проблемы. И многие другие. Если вам интереснее подробнее узнать о разного рода когнитивных искажениях, то напишите об этом в комментариях, чтобы я увидел вашу заинтересованность. Возможно, я сделаю отдельное видео на эту тему. Не говорите о своих мыслях и выводах. Самое эффективное чтение – это скрытое. Не говорите человеку то, что увидели у него. Не говорите о своих выводах. Не разглядывайте пристально. Во-первых, вы можете создать негативное впечатление по отношению к себе. А во-вторых, это может быть причиной возникновения нового сигнала, которые будут сбивать вас с толку. Смотрите логически на ситуацию. Что заставило человека себя повести тем или иным способом? Как логически оправдать тот или иной жест? Например, когда мы понимаем, что человеку неинтересен разговор, он может отклониться назад, либо отвернуться. Как мы можем логически оправдать это поведение? Ну, например, человек хочет уйти, убежать и прекратить разговор. Но из-за определенных социальных норм он не может так сделать. Поэтому это проявляется в такой частичной реакции. Либо в случае негативных моментов человек чаще начинает моргать. Это можно оправдать тем, что он хочет закрыть глаза и не видеть того, что происходит. Это все лимбическое поведение, оно проявляется неосознанно, которое сформировалось эволюционно. При этом оно логически хорошо обосновывается. А сейчас я хочу, чтобы вы представили, что вы можете влиять на эмоции человека, на ход его мыслей, на поведение. Располагать к себе любого и убеждать, без НЛП и прочего. Чтобы всего этого добиться, вам понадобится лишь ментализм. Наверняка вы слышали о данном методе психологических экспериментов с разумом. Если вас это реально интересует, то я предлагаю вам пройти бесплатный мастер-класс от проекта MyMentalism, который пройдет уже очень скоро. Переходите по ссылке в описании и принимайте участие. Придерживаясь этих правил при чтении человека, вы сможете давать более объективные выводы своим наблюдениям. Избегайте ошибок и практикуйтесь. А пока напишите в комментариях, какие проблемы у вас возникают при анализе человека и с какими ошибками вы сталкиваетесь. Если хотите получать больше информации по теме невербального поведения, то подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписывайтесь на наши социальные сети. А на сегодня у меня все. Следите за людьми и не оставайтесь в руках. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok